Девушки отдыхают 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 идиоту одному в голову провести батл между жанрами. Она имеет жизнь. Вот мы сегодня сейчас ее провели и мы поняли, что действительно она имеет жизнь. Потому что жанров музыки много. Ну, конечно, классику мы здесь, мы оркестр не приведем сюда, но, по крайней мере, мы можем провести следующие батлы, такие как шансон против эстрады, рэп против техно, барды против рока. И я бы хотел сейчас пригласить на эту сцену барда великолепного, замечательного, уважаемого в нашем крае и не только Сергея Свилина. Встречайте, друзья! давайте мы сейчас совершим конспортируем. А когда, примерно, это мы не знаем, это мы будем решать. Сергей согласен? Привезти всех бардов города? Ну, не всех. Всех не поместится, слушай. Да не, я знаю, Боря Бергер не придет, он денег много берет. Остальные-то придут. Боря Бергер не придет, а мы что-то жили без склада должны сделать? Я знаю, я хочу, что я хочу. Да, вот. Здесь, ну, ну, да. Да. Да? Кричит, да. Кричит, Кричит. 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 Спасибо. 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 1, 2, 3, 1, 2. Это тихо, вот что-то проявилось. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Мне сказали, что здесь очень большая группа одноклассников вообще. Но я думаю, здесь одноклассники не только по школе, а здесь, наверное, одноклассники в одноклассниках в соцсетях. Первая песня, которую я хотел спеть, она называется «Одноклассница». Один, два, три, один, два. Нормально было, да? Один, два, спасибо. Одноклассница. 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 Волосы дождем и солнцем, И прозрачны были с ней до донца. В ней прибавлялось серьезных знаний От громадального и плеч в красани. А красный галстук шел ей даже дома, Ее отец был секретарь райкома. Но разве мог он распорядиться, Чтоб мы друг другу прекратили сниться? Где там, в затерянном острове? И лето прячет мокрых стрекот в траве. И впереди бесконечная жизнь, Неосознанно вечная. На пляже люди весело визжали, А в этот день они переезжали. А я был в лагерь, тогда отправлен, И на две смены был весь мир отравлен. И я вернулся в город, как в пустыню, И ждал зимы, надеясь, чтоб растынул, Чтоб объявили для всех печально, А то по радио описывается, Что где-то на затерянном острове. И лето прячет мокрых стрекот в траве. И тут впереди бесконечная жизнь, Неосознанно вечная. Но, слава Богу, все остались живы, А то, что мир воры бывает лживым, Нам стало ясно, но только грустно, Что все молчали письменно и устно. И мы не виделись потом ни разу, И поберил, конечно, светлый рад. Мы с этой жизнью всегда справлялись, Но где бы ни были, опять встречались. Где там, на затерянном острове, Где лето прячет мокрых стрекот в траве. Но, перед ним бесконечная жизнь, Неосознанно вечная. Но мы уже, мы уже не в годах, И поэтому песня следующая, которую я могу вашему вниманию предложить, она будет называться «Трудности среднего возраста». Ну, у мужиков тоже бывает средний возраст, и трудности тоже случаются, все это знают. Ну, а возраст примерно так 40 лет, там, плюс-минус. 20. Осенний ветер, ирландский сеттер. Хвостом пиляет, кружит вальс, намаз с тобой. Хочу заметить осенний ветер. Один на свете понимает, что со мной. Мои друзья все потихонечку, но сходят с ума. Сорока летним это даже идет. Нас напугает в перспективе ни с ума, ни тюрьма. Но, впрочем, это кому повезет? Мы вдалили перевол, но не достигли долин. Хотя и это небольшая беда. Мы вылетим и замечаем необъятный долин. Уже привратник открывает врата. Осенний ветер. Ирландский сеттер. Хвостом пиляет, кружит вальс, намаз с тобой. Хочу заметить осенний ветер. Один на свете понимает, что со мной. Мои потрудни вышли замуж за моих же друзей. Вчера любомница, сегодня жена. И наши встречи так похожи на походу в музей. Все очень сильное, грызгом тишина. На нас, рыбающие оковы, будет глупо смешон. Как прошлогодний свежевыпавший снег. И в окружении друзей, подруг и преданных жен. Мы продолжаем суть финальный запер. Осенний ветер. Ирландский сеттер. Хвостом пиляет, кружит вальс, намаз с тобой. Хочу заметить осенний ветер. Один на свете понимает, что со мной. А я всю жизнь прожжу по свету. Я ищу его края, пытаюсь истину найти среди слов. А мой приятен говорит, что об этой жизни есть кайф. Но он не знает, что такое любовь. И понимает, что не вечер, что на праху спешу. Пытаюсь, главное, простить, чем успеть. Но в этом нет противоречия, я ей песни пишу. Лишь для того, чтобы как однажды пропеть. Осенний ветер. Ирландский сеттер. Хвостом пиляет, кружит вальс, намаз с тобой. Хочу заметить осенний ветер. Один на свете понимает, что со мной. Хочу заметить осенний ветер. Один на свете понимает, что со мной. Ну и еще одну песню хочу предложить. Наверное, поспокойнее. Тут можно было похулиганить, но, как Николай сказал, когда состоится поединок, вот там можно и похулиганить. Вот тогда мы и похулиганим. А сейчас я к вашему вниманию еще одну песенку предложу. Мне сказали, три песни можно спеть. Песня называется «Правдивый романс». Как бы я с этой женщиной жил, За нее без всякой провады, Я бы голову даже сложил, Что сложнее сложение баллады, Как бы я с этой женщиной жил. Да, подставка вчерашним богам, Я бы не слушал сомнительных сплетен, И отдал бы ей все, чем богат, И добыл бы ей все, чем я веден, Как бы я с этой женщиной жил. Ни за ней, ни за ней, ни за ней, ни за ней вины, Что поделаешь, и годы такие, Наблюдал я лишь со стороны, Как бездорно с ней жили другие, Как бы я с этой женщиной жил. Но однажды я все же везуч. Помогает нечистая сила, Продинула мне женщина ключ, Поняла, позвала, поманила, Как бы я с этой женщиной жил. И теперь не в мечтах наяву, Ни в виденьях ночных, А на деле, Как я с женщиной этой живу. А как сволочь, Глаза отбегли ей. Спасибо. Итак, Анна, пожалуйста, под аплодисменты всех гостей, я думаю, правда же, Геннадий и Олег, будьте добрыми, подойдите, пожалуйста, сюда. Нам хочется услышать ваше мнение о сегодняшнем прекрасном действии. Всем здравствуйте, меня зовут Олег. На самом деле, спасибо вам за этот вечер, я отдохнул реально душой. Спасибо, что вы пригласили на этот вечер. Николаю Косых огромное спасибо. Реально, прям классно наблюдать за вами, что вы к своему делу относитесь душой, видно, как вы поете, вы живете этим, вы проживаете каждое, наверное, слово. Но на самом деле это дорогого стоит и круто, реально. Спасибо вам огромное. Друзья, для меня ваши песни это творческий продукт, а как и любой продукт, он должен быть качественным, натуральным, нашим, российским. Поэтому я отношусь к вашим песням, ну, как к любому продукту, если его грамотно сделали, я люблю любой продукт, и шансонный, и роковый. И вы это сегодня доказали. Я метался, честно говоря, то сюда, то туда. Где вкуснее, короче, было. Вот так сегодня я выбирал. Молодцы! Ну, знаете, я как Алла Верды, да. Я сразу признаться хочу, что я была не объективна. Я голосовала за все то, что слышала, потому что мне, в принципе, безразлично шансон или рок. Главное, что в концерте принимали участники нашего и где-то моего творческого объединения, которое мы родили, выносили сначала, родили, и вот оно сейчас растет и набирает вот такие обороты. Поэтому я признаюсь, что я не объективна, а хочу признаться в любви всем моим любимым участникам творческого объединения. Я вас благодарю. Но сейчас я приглашаю на эту сцену главных действующих лиц сегодняшнего праздника. Пожалуйста, под ваши бурные аплодисменты Нида Калмакова и Виктор Юрченко, Максим Петухов, Александр Пахомов, Дикмак Кальман, Елизавета Пергаева, Игорь Пергаев и Николай Косым. АПЛОДИСМЕНТЫ Ждем-ждем всех. Итак, друзья, по итогам первого раунда стиль рок вырался вперед на целых 11 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Но в туре лирика стиль шансон буквально догнал, наступил на пятки року. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В туре защита жанра жанр шансон вырвался вперед на целых 9 баллов. АПЛОДИСМЕНТЫ Но в анти-жанре у нас зажег рок! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ В туре мировые хиты, снова шансон впереди оторвался! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А в туре зажигалка практически они были равны. Разница составила 1 балл! АПЛОДИСМЕНТЫ И как вы думаете, кто победил? Дружба! Дружба! С разницей в 10 баллов победил жанр рок! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, конечно же, эта победа условно победила. Как всегда, госпожа музыка. Правда же? Да! Правда ли нет? Да! АПЛОДИСМЕНТЫ Но сейчас я хочу пригласить сюда представителей компании «Киандэ» для того, чтобы вручить приз нашему замечательному... Рок... Как правильно сказать? Нашим представителям рокового направления! АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, немножко неправильно, немножко неправильно. Нет, спасибо. Друзья, дорогие, давайте мы гильные аплодисменты Тим прям посвятим нашей ведущей Людмиле Адамовской Огромные! АПЛОДИСМЕНТЫ Людмила, встань! Пусть тебя все видят! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Алексей. У меня привычка такая, я же рокер. Я и могу, знаешь, куда его засунуть, этот микрофон? Да не говори кому! Ну, я все сказал, следующее, что... А, слово предоставляется представителю генерального спонсора нашего мероприятия Корпорации Красоты и Здоровья Олег Левошейн, компания «Кинде». АПЛОДИСМЕНТЫ Ещё раз хочу сказать всем огромное спасибо. Я вот, когда сюда шёл, и меня пригласил, конечно, Николай Косых, но я думал... Я у него, в принципе, даже спросил, говорю, «Коль, ну, мы как бы с тобой знакомы, да? За кого мне вот голосовать-то? Коля говорит, голосуй честно, вот, всё, что понравилось». Я ещё думаю, рок, но, если честно, не очень, он мне, если честно, нравился. Вот честно вам скажу. Думаю, буду голосовать за шансон. Но сегодня очень много таких прозвучало песен, но я просто в шоке был. Я Коль услышал до этого, и я его увидел совсем с другой стороны. Спасибо тебе, Коль. Спасибо всем. И хочу вкратце вам просто сказать, познакомиться, да, с вами. Я представитель корпорации Тиандэр. Это косметическая компания. Компания барнаульская, наша алтайская. И вот с очень классным продуктом, то есть с качественным продуктом, по очень доступным ценам. И наша компания, то есть компания Тиандэр, уже представлена в 32 странах мира, несмотря на то, что пошла с Барнаула. Очень любят её в Европе. Это даже в 2014 году было представлено на дне высокой моды в Лондоне. Поэтому очень любят её в Европе. И что немаловажно, компания пришла на этот рынок не только заработать денег, да, а она очень подходит духовно и к экологии. Ну, как бы, очень смотрит за экологией. И есть продукты экологически чистые. И компания спонсирует, при покупке такого продукта, компания спонсирует высадку одного дерева. Мы лично ездили, сажали эти деревья в Горный Алтай. В планах у компании высадить, ну, по планете, да, миллион деревьев. Уже в данный момент высажено 630 тысяч деревьев. Поэтому я считаю, что это круто. Поэтому, ребят, с кого мы начнём? Наверное, за всех. Витя Нина, огромное вам спасибо. Вы сами понимаете, что... Ну, вот низкий вам поклон. Ну, и знаете, что всё условно, дружба. Конечно, я подержу, да. Диман. А почему-то Елизавета не вышла сюда на сцену. Ей причитается тоже мешок с замечательными подарками. Дед Мороз сегодня у нас в компании Киандем. Ну, конечно же, давайте поздравим наших победителей. Молодцы вы, красавцы. Прямо круто. Субтитры делал DimaTorzok